Продолжение следует... Сыны, начальники, все подгребли коммунисты. Вот я всех спрашиваю, назовите мне, я пенсию отдам свою, назови мне кого-нибудь в Иркутске, кто за народ? Вот кто ради народа, кто себе ничего не хочет, вот только народу хочет, назовите. Народ? Народ. Я вас снимаю, чтобы в интернете потом показать. Правда? Да. А знаете, давайте я вам скажу. Давайте. Давайте я вам сейчас скажу. Правда покажите? Ну так на солнышко вставайте, ага. Вот что я в Иркутске живу. В Иркутске живу. Я знаете, что хотела, чтобы в интернете... Вы, наверное, хорошо работаете, да, в интернете? Наверное, хорошо работаете. Вот чтобы это дошло до высотных этих. Вот где Путин, Медведев, там вот эти все, да? Сейчас все возможно. Все возможно? В общем, я хотела сказать то, что Владимир Владимирович, вот я к вам обращаюсь, я хочу сказать. Я 10 лет, я нарочно 10 лет бьюсь, бьюсь. Вот вы когда клятву давали, ложили руку и клялись, я обязуюсь, я любить народ, защищать его, т.д. и т.п. Я все. Вы что обманывали? Вы что обманывали? Я к вам 10 лет, у меня 5 килограмм отписок, вы знаете. И вы подписали пенсионный закон, статьи-то не дали, а обманывали. Меня, я работала на стекловаке. После детства, у меня отец на фронте, в 45-м, я стала 6-месячной. Я прожила страшную жизнь, и ты, Володенька, знаешь о моей жизни, и ты вообще знаешь, как народ живет, да кого ты знаешь? Ты бес натуральный, Володя, и уходи ты с этого поста, уходи. Пускай человек придет, который проживет, как звезда, мелькнет, сгорит, убьют или застрелят. Ну, о нем доброго слова нужно сказать, о ком, о вас, о тебе можно сказать доброе слово? Нет. А медведям нет, ни о ком, ни о ком доброго слова-то сказать. Назовите мне, о ком, назовите, жиренос, клоуны, все они, этот, асюганов, а эти, улья, коммунисты, да господи помилуй. Это вообще постыдно, да? Вот нам за вас стыдно. А вы как-то сказали, вас спросили, вам стыдно, Владимир Владимирович? Вы сказали, нет, не стыдно, вам правда не стыдно, Владимир Владимирович? Вы бессовестны, вы настолько бессовестны, что даже вот сил нет. Мы когда смотрели в вас, я вас крестила и крестила. Господи, убери его, Господи, убери его, Господи, чтобы он на лыжах где-нибудь споткнулся бы, и чтобы он потом только бы на его лидер, на ясную, и все. И все, вот я не хочу вам плохо, но чтобы Россия таких, как вы, мешалась, чтобы вас не было. Вот я, иркутянка Евгодимова Валентина Николаевна. Иркутск город, я не боюсь, я не боюсь. Кто ты такой вообще? Да вообще, кто вы такие? Нас Россия должна. Кто должен в России работать сейчас? Молодые, умные, грамотные, чистые. Я сколько знаю молодежи. Ребята, молодые, давайте их всех пинком. Учитесь только, по-настоящему. И не предавайте свою родину. И верьте в Господа, и Он нас защитит всех. Почему сейчас так? Попустил Господь. Мы от Бога ушли все, мы от Бога. А вы, Владимир Владимирович, вы в церковь, прежде чем зайти, ползком заползите. И стоите гордо там, на первых рядах вас возят. Не имеете права в церковь ходить. Вы покаяние принесите, перед нами покайтесь. А потом уже заходите в церковь. Вы не имеете права туда заходить. Вот я вам сказала все. И я сказала, это сказал русский народ, сказал русский. Вы Россию, как на заклане, Агнца уже приготовили. Вы все богатства поделили. Вы все строите гигантские там мероприятия. Вы на заклане Россию готовите. Вы уже поделили ее. Вы ее поделили. Народ уже споенный, за наркоманиной, за проститутиной. И все. Народа нет. Только утром один раз появится ваше личико, похоже на кого-то. И скажет, уважаемые мои товарищи, вот Россия, тот-то богатый, тот-то богатый, кому-то богатому. А мы будем соучредителями. Вот ждет, что наши с такими, как вы, Владимир Владимирович. Все, до свидания. Продолжение следует.